Всем привет! Мы на канале Тренер. Меня зовут Субосин Сергей. Я являюсь тренером по боксу Бойцовский клуб Панчер. Сегодня мы разберем один из наиболее сильных ударов в боксе. Это левый боковой на скачке. Левый боковой на скачке пробивается у нас, во-первых, с дистанции. И пробивается он либо для того, чтобы сильно попасть одним ударом, либо как бы на добивание, когда противник не ожидает его, либо для отвлечения, для того, чтобы пробить другую комбинацию, другой удар, для, так сказать, завершения серии. Сначала покажу боковой удар на шаге с поворотом, когда вы с дистанции делаете шаг на противника, загружаете переди стоящую ногу, и ей же толкаетесь, с доталкиванием сзади стоящей ногой, пробиваете сильный боковой левую голову. Здесь приземление идет на две стопы, вес тела у нас находится между ног. Для того, чтобы, допустим, пробить сильно противника в голову, чтобы он однозначно и сто процентов поднял правую руку, защитив свою голову. То есть делаем шаг, показываем уже поворот, противник уже видит, что вы готовите атаку. Пробиваете сильно левый боковой в поднятую руку, допустим, защиту противника, для того, чтобы пробить дальше уже контратаку, проведение левый в корпус. С поворотом уже мощно пробиваете левый обувь с печени. То есть делаете движение на скачке с поворотом первого движения, раз. А второе уже пробиваете четко в корпус. Естественно, можно закончить эту комбинацию правым прямым кроссом или правым боковым. То есть что может уже закончить комбинацию, так сказать, нокдаун или нокаутом. Левый боковой на вращении. Когда вы делаете так же скачок с дистанции, и левая рука у вас работает на вращении, движение идет вниз в сторону вверх, и как бы набрасываете эту руку сверху руки противника. Удар получается менее сильный, естественно, если вы бьете его как через поворот, но он достаточно незаметный для противника. Его можно также замаскировать. Это движение, допустим, показом левым в корпус. То есть когда вы делаете так же с дистанции, небольшой выпад вперед, делаете ложное движение на дистанции, чтобы противник вас не встретил передней рукой, на опережение не нанес атаку. Сделайте движение вперед, из толчка также левой ноги на скачке вперед, на вращении плечевого сустава, прибиваете левую голову. То есть точно так же вы заставляете противника как бы дернуться, опустить, припустить руку. Защитив корпус. То же самое ложное движение можно сделать и правой рукой. Показать на шаг вперед правый прямой в корпус и уже с более мощным движением, с поворотом пробить левый боковой на голову. То есть здесь так же приземляетесь на две стопы. То есть это разновидность у вас. Показ левой, удар левой боковой на вращении. И показ правой. Также пробиваете левой боковой на скачке. Дальше можно развитие дать этой комбинации, как сразу с продолжением с правой руки. Показ. Сразу с трехударной комбинации. То же самое пока с правой. Сразу с трехударной комбинации. Потом, естественно, стараемся смещаться с линии атаки, либо сокращите дистанцию и войти в ближний бой. Войти в ближний для того, чтобы провести контратаку уже в ближней дистанции. Если вы противника выводите из равновесия, из дистанции, как бы качаете, получается, заставляете противника делать какое-то движение, и вот в определенный момент так же на скачке пробиваете левый боковой и правым прямым заканчиваете. Дернули. Можно левым боковым закончить. Или, как я вам до этого показал, пробить на скачке левый боковой на голову. Так же можно с показом сделать левую руку или правую руку в корпус. Пробить левый боковой на голову. После чего провести левый, снизу были боковой в область печени. Показ. Жестко пробиваете левой рукой в корпус. Показ. И потом продолжение. То есть первое движение получается отвлечение у вас противника на голову, чтобы пробить жесткий удар в корпус. Итак, сегодня мы разобрали технику скачкового левого бокового. На следующих уроках мы разберем уже левый боковой на скачке в комбинациях. Пишите в комментариях, интересна вам эта тема или нет. С вами был Целусь Сергей. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok